на мартовские праздники 2019 года мы отправились в короткое путешествие по Армении в этом видео я расскажу что можно посмотреть в этой стране всего за три дня при планировании маршрута мы прорабатывали две опции ехать от Еревана на юго-восток либо на север в сторону Сивана и улетать из Гюмри откуда есть прямые рейсы в Москву Победы мы выбрали второй вариант рассудив что для трехдневного трип этот вариант подходит больше очень интересно узнать ваши мысли относительно такого маршрута по Армении на три дня поделитесь ими в комментариях в Ереване мы взяли free walking tour по городу и за день обошли практически весь его центр повсюду в Армении можно встретить каменные стелы с изображением креста хачкары резьба на каждом уникальна самый древний из известных выполнен в девятом веке самым печальным в облике Еревана для нас стала точечная застройка города из-за которой теряется исторический облик армянской столицы в Ереване нас поразило то что древние церкви и монастыри могут стоять буквально во дворах советских панельных многоэтажек Древние церкви и монастыри могут стоять буквально и не однажды в работе невероятно и постоянно исправить бонусы после работа была вода в body на каждом уникальность достаточной разницы керековом салюшим место для встречи заката в Ереване является мега каскад, авангардистский парк с превосходным видом на город. В ясную погоду отсюда можно легко увидеть гору Арарат, символ Армении, находящейся на территории Турции. На утро мы покинули Ереван и направились на север к горному озеру Сиван, настоящей жемчужине страны. Добраться туда можно даже на Яндекс.Такси, это не очень далеко, всего 70 километров. Весьма недорого, особенно если разделить стоимость на несколько человек. Самым поразительным для нас на Сиване было то, что даже в марте находятся люди, готовые купаться в его весьма прохладных водах. Над озером Сиван стоит монастырь Сиванованг, построенный в 9 веке. Раньше монастырь стоял на острове, но озеро обмелело и остров стал полуостровом. К монастырю сейчас можно легко подняться от стоянки, на которой полно таксистов, готовых увезти вас на любой край Армении. От озера Сиван мы добрались до курортного городка Дилижан с его памятником героям фильма Мимино. Там же мы поужинали и заночевали. В последний день путешествия мы отправились рассматривать древние армянские монастыри близ Дилижана. Заглянув по пути на заброшенную станцию канатной дороги, мы дошли до монастыря Агарцин, построенного в 11-13 веках. Вообще хочется сказать, что начало марта не самое оптимальное время для поездки в Армению. Снег в основном уже сошел, но яркой зелени увидеть не удастся. В итоге пейзажи могут показаться блекловатыми. Продолжение следует... Армянская церковь – одна из древнейших ветвей христианства, отличающаяся и от православия, и от католицизма. Армения – первая страна в мире, принявшая христианство в качестве государственной религии еще около 300-го года с Рождества Христа. После Агарцина мы осмотрели монастырь Гошаванг, построенный в XII-XIII веках. Армянская храмовая архитектура безошибочно узнаваемая, отличается от других христианских религиозных сооружений. Конусовидные крыши, мощные толстые стены, отсутствие росписи. От Дилижана до Гюмри – 100 км, и этот путь также можно проделать на обычном такси за умеренную сумму. По пути в Гюмри возле минерального источника мы встретили нескольких молокан, последователей одной из ветвей христианства, отрицающей церковные ритуалы и таинства. Их обособленные деревни достаточно часто встречаются в Армении. Этнически молокане – русские, переселившиеся в Закавказье в XIX веке. В Гюмри по-прежнему заметны следы разрушительного спитакского землетрясения, которое 30 лет назад почти полностью разрушило город и унесло жизни более 20 тысяч человек. История Армении весьма трагична и полна боли. Воины, геноциды, природные бедствия не щадили армянский народ. Гюмри был последней точкой нашего путешествия, оттуда мы вылетели прямиком в Москву. Подводя итог, можно сказать, что путешествие в Армению можно порекомендовать всем, кто интересуется историей. Она здесь находится буквально на расстоянии вытянутой руки. Напишите в комментариях, что показалось наиболее интересным. Хотели бы вы посетить Армению? Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь. Спасибо, что посмотрели. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok